Итак, друзья, мы продолжаем смотреть с вами Омега Лигу и все еще чилить с вами на квалификациях европейского дивизиона, понятное дело, что самая серьезная дота начнется только через неделю, а до этого мы выясним, какие две команды из 16 попадут у нас уже на финальную стадию, на имморталов, вот, и будут уже сражаться с коллективами, которые мы уважаем, знаем и любим, вот. Это не означает то, что мы не уважаем, не знаем, не любим Мизери и Пайката и компанию, ну, Пайката там нет, правда, я что-то не знаю, всегда говорю слово Мизери, у меня всегда в голове один Пайкат, бесконечный происходит. Это просто такое ощущение в его клубе. А, у него какое-то было? Я уже забыл просто. Ну, Пайката, да, мне кажется, там было несколько, допускали, что тот 10 тысяч голды, да, и проиграть игру с 10 тысяч в руках. Нет, там суть не в этом, суть в том, что он мог купить вещи. Ну, 10 тысяч в руках, потому что у него было, и он ничего не купил. Да, да, да. Что многие, как бы, имеют 6 слотов, потом набирать 10 тысяч, они ничего не могут купить, и они, как бы, думают, что они в клубе Пайкате, потому что они проигрывают игру с 10 тысячами руками, но там суть была в том, что он вещи не покупал. С 10 тысячами руками, да. Я говорю, то, что еще чья-то была, я просто путаю, чья это премия, чья не премия, где ты выигрываешь, и у тебя 10 тысяч сверху осталось. Для разных. Я думаю, что чат тебе поможет. Ого! Надеюсь. Ого! Бэтч Виномансер. Да нет, подожди, вопрос-то в другом. Во-первых, Дум не в бане, а во-вторых, Дровка вторым пиком после Слардара. Это намек, что Винга забанена будет прямо сейчас. Да, это 100 пудов. И если уж хочется взять Дровку, бери Вингу. Бери Винга, Дровка. Слардара никто не банит. Слардара не банят. Слардара можно взять хоть четвертым, хоть пятым пиком, и вообще все забыли, что он есть. И Дровка без Винги — это герои на ветер. Что, ПЛ просто в драфте мы не паримся, да? ПЛ в драфте мы не паримся. Да кого угодно, там много вариантов. ПЛ, Слард. То есть, когда есть Винга, то ты хотя бы можешь спасти Дровку, слапнуть, и она продолжает работать. А если есть в драфте что-то, что врывается, Слард, Спектра, Фантом Лансер, там куча героев. Она не убегает. Кембер, Спирит, Войт, Спирит, Шторм, Спирит. Чего уж там? Она не убегает. Берем любые герои. И просто догоняет, и ей конец. Ну, то есть, вместо Винги, если сейчас Вингу забанят, то что делать? Я просто забаню, на всякий случай. Нет, то что Дровка без Винги, это... Если забанят, то ты предлагаешь взять тогда. Да, да. Кого? Кому? Ну, ребят, справа. Ребятам справа, я предлагаю Геном писать ей уже. А ты усилён. Во-первых, они играют слабее, то есть, ну, это раз. Ну, это ладно. Но, слушай, им дали шанс. Сейчас, возможно, опять же, не забанят. Может быть, им дает шанс просто показать себя хоть как-то, то есть, с какой-то стороны, чтобы они... То есть, типа, сейчас будет Пупей стиль от Мизери, которая скажет, слушайте, я с Пупейхой играл, короче, я это, типа, контрю, не буду банить. Ну, вообще, кстати, Плэллс тоже забанили, спасибо. Кто у них вообще с Пупейхой не играл, я так смотрю. Играл, 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 играл. Мне кажется, все играли. Нет, не все. Кроме Чейси. Чейси не играл точно. Чейси точно не играл. Пупейхой. Да. Ну, Плэллда играл. И Ксиби не играл. И Ксиби не играл, а ИС играл. Ну, Ксиби не играл. Два человека не играли. Да. Камон. Кто хочет сейчас клан Пупей собрать? Ну, я про то, что... Они же писали про этот... Про агента М, который в ВГ, там, не спалился, когда Сумаиловы кинули из команды. Это будет клан бывших Пупейхой. Да, да. Ну, видите, Пупейх просто любит скандинавов, поэтому набирал их раньше. Причем раньше любил. Потом у него, короче, случилась какая-то ломка, и он больше скандинавов вообще не берет уже, получается, два года. Ну, у него за есть. И с ней три. А, ладно, да. Возможно, ему просто хватает. My bad. Одного шведа хватает. Сейчас не хватает OG. Вот когда OG так брали, они так брали где-то 5-6 игр подряд. Винга, Дровка, Луна, Винга, Дровка, Луна, Висп, Винга, Дровка, Луна, там, Дровка, Луна. Короче, там разные были вариации. В один момент люди поняли, что нельзя все это отдавать. Просто забанили и Вингу, и Дровку, и Луну, и все. OG проиграли. Соответственно, возможно, люди забыли, как это работает. Нет, коверка. Опять же, Вингу уже может быть на четвертый пик. Вингу можно уже не брать. Они ее ебанят, по-любому они ее законтрят. Да здесь нет. Вот, ребята, справа. Нет, нет, нет. О, боже, только нет. Это уже Seven Head какой-то. Да, да, да. Они ее не забанили. Они точно знают, что против нее делать. Да. Черт побери, это Винга. Наверное, у них есть ультимативные... О, они пикнут брювик и их будут убивать дух. Как в финале лента, там, Виспа дают, тут же, Спектру, ребят, два лента подряд, на здоровье забирайте. Ну, тут пацаны посмотрели на Саксу и OG, взяли себе Верку на четверку. Ну, это первый урватор. И это Клакаша. Ну, Дуу, опять же, уже был урватор, так что это второй, по идее. Он, думаю, и быстро бежит, и по идее Даггер соберет здесь. Ну, что, Даггер, что-то из этого. Ну, Дуу уже на четверку стоит. Я думаю, это будет Центр Дум. Ну, или Центр. Но он на троечке прохладненький, а Клукверк красавчик. Смотри, Веник Лок, это вот 3-4, как-то там поделят между собой, мы сегодня такое же видели, Центр Дум, и добрать Даблу легкую. Ну, либо, опять же, Веник и на пятерку, как у нас сегодня уже играли, ребят, Зашера в первой карте, где Веник вообще ничего не сделал, но он просто был. 7500 денег, там, типа, выше всех, понятно? Ну, нормально. Да, команда в четырем выиграла. Ну, все, пацаны задумывались, брать ли Вингу. Да нет, уже забудьте. Все? Что-нибудь под дровку. Ну, дровка кого-то должна забафать. Просто дровка, которая бьет, это прохлада. В смысле, она бафает вверху? Можно забафать Вингу? Не, бафать вверху, это полная фигня. Центр Винга, Димон. А? Центр Винга. Не, я понимаю, нужен ловкач, которого забафать. Так, и сейчас я что-то вообще теряюсь. Я недавно, знаешь, я недавно зашел, у меня недавно была игра в пабе, такая классная, где я знал с нулевой, что я уже проиграл, и дальше ждал, когда меня добьют. Мы взяли Вингу дровку, и мы такие думали, ну, сейчас чел возьмет героя в мид, мы ему бафнем атак рейндж, мы ему бафнем ловкость, я ему еще бафу к лучу ловкости, и он просто поет, Соляна во всех убьет. Враги берут течиса, я такой, о, ну все, взяли течиса, по-любому будет стрелок. Пацаны берут акс, сикер, два миличника. Пол игры, просто два миличника бегают, взрываются на минных течис, они могут их разбить, и я никого не бафаю. И в этот момент я просто хочу выйти из игры, но не могу. Потому что у противника течиса. У меня ощущение, что это селедка-пятерка. Да вот пока непонятно, но очень страшно это все будет. Ну, типа у тебя рейнджевик-миличник, рейнджевик-миличник, ну, то есть у тебя селедка-дровка на линии своем. Не-не-не-не-не-не-не. Центр-легионка, центр-слордар. И дрова-саппорт? Это то, что я видел от Фнатик. Дровка стреляет с кем-нибудь в легкой линии, центр-слордар против Дума, кстати. Ну да, нормально. Это неплохо. Или легионка на миде. А или легионка на миде, а легионка на миде. Стандарт типа душит Дума, а легионка просто типа термит, потому что стоит. Прямо не сверстили мешает. Быстрый лавел, быстрые дуэли, быстро ромишь. Тролл. Короче, справа уже даже венга не спасает ситуацию, потому что баф от некого. Да они уже выиграли по драфту, но они проверяли по игре. Кто выиграл по драфту? Я считаю, что у правых неплохо все, если они поставят. Все отлично. Смотри, ребят, слева. С зеро урона быстрого. Какие-то все дергии, которые легко катить. Типа, как кого бить, миличных, миличных, миличных. Ребят, слева хотя бы есть урон. Начнем с этого. Ребята слева хотя бы имеют урон. Имеется ультвина майнстера, имеется батарейка Клокверка. Тролль наваливает довольно-таки ярко по урону. А справа урона вообще нет. Справа от легион командера мгновенно и пауэршот верки. Все, это весь урон. Все, нет урона справа. Что тебе не нравится потом с шестого лавла, когда у тебя амплифай? Потом что будет? Нет, подожди. А что будет потом? У тебя с пятой, ну ладно, не с пятой, там с восьмой минуты будет амплифай на селедке в зависимости от его позиции. У тебя будет амплифай на каком-то герое. Не факт, что этого героя будет бить. Не факт, что селедку успеет дать им амплифай, если в него обрывается, допустим, клокверк. Не факт, что он будет бить клокверка, на котором бастит амплифай, который нажмет на блейдмейл, и по итогу его нельзя будет бить. То есть тут все справа слишком ситуативно. Вот этот идеальный мир, как обычно нам Ярослав Кузнецов рассказывает про свой идеальный мир, где играет UGLGD в каждой игре. А остальные так, чисто мальчики для массовки. В идеальном мире справа все пока печально и грустненько. В идеальном мире справа просто два милишника, которые под ровкой. Все, это вот идеальный мир справа. Под минус армор все стреляют, все бьют. Это единственное, что есть, да, под минус армор. Бэрочка вот эта начинает уже настреливать. Только клокверка начинает драку первой, потому что он клокверка, а справа два героя без блинка не могут начать драку. Если клокверк просто берет, вот скептор. Или блейдмейл, то ребята справа со своим корзив хейс идут и чилят. Ну и зачем сейчас отправится еще один герой в таком случае? Вопрос, кто? Сэфа грамотно убрали. Сэф обычно под дровой от классика. Ну кто-то должен быть под дровой, хоть кто-то. Я уверен, что Саппорт появится с пятым героем. Здесь Фурион, а там справа будет сейчас Саппорт. Слева тайм. Центр. Слордар сложный регионка. Слева риск. Ну как бы один тролль на одном тролле далеко не веришь. Не-не, смотри, берем... Фурион уважаемый, но... Берем любого героя, типа Винтерверна, направо, и мы выиграли прямо сейчас. Да, Фурион-то не то, что нужно было. Нужен был любой врыватор. Винтерверна, направо. Все, я сказал. И ты ставишь на мальчика справа. Я скажу, что да, ребят справа играет. О, изи, изи, изи. Не будет Винтерверна. На пирог готов ставочку ставить? Если будет Винтерверна, да. Все. Принимаю ставку. Нет героя лучше, который бы здесь подошел. Либо все еще Вингу взять, кстати. И дровку и забафает. Не, ладно, забафай дровку. Важно, что у тебя будет сейв вот от этих самых, как вверх, которые первые начнут в кого-то ворвутся. Фуриона, в который кого-то закроют. Она умирает, это такой слабенький сейв. Ну и тебе не нужно, чтобы она жила. Она дает ауру, ауру дает. Дровка и фишка в том, что ты хочешь, чтобы Винга жила, потому что в один момент у нее там 300 уронов, вообще без айтемов. Если дровка 18 лвл и начинает бафать. Но ты готов на Вингу пирог поставить? На Вингу нет. На Винтерверна, изи. Дал заднюю, очевидно. Короче. А это дазл. Это дазл. Понятно, ладно, 2-0. Это не тот герой, который их выручит, хотя... Ну, подожди, это сейв все-таки. Это такой себе сейв, ты даешь грейв. У героя, допустим, одно хп, грейв заканчивается, у него одно хп. Винтерверна, когда отклону Брейс, ты даешь сейв, и герой не получает урона. А он дает сейв, герой получает урон, и потом все равно умирает. Дазл, типа, не мешает тебе бить в это время, но тогда лучше было Оркла взять в конце концов, который дает тебе тот же грейв, но на подольше. В общем, все сложно. Да, ну, короче, налево, 2-0. Налево. А то увидим дазла. Мы давно дазла не видели. Подробочки. Дазл подробочка. Будет быстро бить. Нормально? Нормально. Работает? Работает. Давайте посмотрим, что там думает по этому поводу париматч. 1-0-5 против 8-5. А я, друзья, напомню, что помимо вот этой достаточно грустной линии для коллектива Мизери и компании, потому что есть абсолютные фавориты, у париматча имеется еще очень-очень много других линий. Вы можете всех их найти. Соответственно, у нас по трансляции находится Беннерочек и получить еще и дополнительный себе бонус. А мы отправляемся к комментаторам. Как говорили наши предки, пришел, пикнул дазла в мид, победил. И сейчас мы ожидаем 1-1. Впервые за историю квалификации Омега Лиги. Ну или 2-0. Я не знаю, какие предки так говорили, но я сомневаюсь, что здесь будет 1-1. Я за 2-0. Да, класс команды, конечно, показали ребятке, что на опыте они могут разваливать. Я имею в виду скандинавов, они же файфмен. Они же ребята с самым потрясающим аватаром в истории киберспорта. Они же Мизери и компания. Что они могут, в общем, побеждать именно за счет вот такого своего класса. Но, тем не менее, немножко ошиблись, скажем так, и подпортили впечатление о себе. Ну, давайте смотреть, что здесь. Я всегда люблю необычные драфты, что-то новое. Плюс ко всему, Даззл вообще, мне всегда очень нравился такой герой, как Даззл. Особенно с тех пор, как его переделали. И он стал таким вот супер каким-то необычным персонажем, который может очень жестко и на линии давить. И при этом его ультимейт страшный абсолютно. Который сочетается с любыми юзабельными артефактами. Который накидывает массу минус армора. Ну и самое главное, который действует и в том числе на всякие экономические артефакты. Типа там лопаты или может быть даже пиратская шляпа. Я бы хотел увидеть пиратскую шляпу здесь. Да. Но до этого как минимум час. Так, у нас тут драк тем временем начинается. Начинает фокусить по Элайдае. По Элайдае вот не поспевает убежать. Немножко пробьют Виноманстер. Он тоже, скорее всего, уйдет. Не пострадает сильно. И в итоге никого не подцепили. Петюни отбивают. По кругу, по кругу Петюни. Хорошее настроение у ребят с команды темпа мы видим. Ну и хотят забрать здесь баунти руну. И в идеале бы еще и фраг сделать. Так они сейчас могут три забрать. О, слушай, да. Три баунти руны, наверное, для них. Да. Тут еще можно Думу побить немножко. Дум. Крылату. Крылату не очень хочется. Все-таки Дума довольно жесткая атака. Кстати, крылаты могут забрать. Там Виноманстера нет. Не успевает добежать. Не добежит. Так, кто-то там еще отбился. И отбился Слардар. Но Слардар тоже его бить смысла особого нет. Ну, конечно, самое интересное должно происходить на миде. Во всяком случае, матчап необычный. И всегда интересно наблюдать, что происходит в таком матчапе. Даззл мид против Нечерс Профита. Профит вроде бы прочный. Но насколько прочным ты можешь быть против Даззла, который кидает тебе яд и месит, месит, месит. Не дает пощады. Ну, да. Пока хороший старт у Профита, по крайней мере. Посмотрим, как будет дальше. Внизу пока что один Эй стоит. Против него тоже не самый приятный лайнап. Пока что, потому что там и ВР-ка, и Легионка, которого отцы закидывают. Под вардом тут находится Мизери. Ну, я так понимаю, крипа ждет. Да, да. Он в ожидании чего-то полезного. Так, ну что по полезному. Так, это нет, это нет, это не нравится, это не хочу. Ну, ладно. Мы-то и улетаем на помощь вниз, да. Там же маны не стоят камни, и поэтому их можно вот так вот раскидывать. Налево и направо просто по кулдауну. Хотя кулдаун довольно большой. Ну, и к тому же, если его заберут, то два маленьких дума появятся. Тоже нормальная тема. Так, окей. В миде пока что хорошо начинает. Мы видим Фурион, но Даззл тоже особо сильнее. Пока равно. Тут очень жестко будет, потому что Даззл своим ядом начнет травить с третьего, а на пятом уровне нереально сильно. Ну и дальше, опять же, при появлении... Вот он делает Доминатор, мы видим, но при появлении какого-нибудь даже первого ультимейта или, может быть, Блайтстоуна, если он захочет, может быть, очень неприятно. Сломал Вижн, здесь Фурион отлично, плюс денежки. Всегда приятно, и можно возвращаться обратно на лайк. Да, призывают еще одну партию пеньков. Линия просто пока запушена в сторону команды темпа, поэтому здесь Даззл поприятнее подвушкой. Чем больше пеньков стоит в куче, тем жестче их захилит потом Даззл. Да, понятно, что сам профит далеко будет держаться, но Даззл в какой-то момент может хильнуть, убить всех крипов, всех пеньков. Ой-ой, ошибка от Леброна сейчас будет. Да, Леброн погибает, но Плайдая здесь тоже забирает крылат. Вообще крылат ошибся по итогам, потому что если бы крылат не мансовал, а просто бил, то он бы убил Клокверка на ФБ, а Слардар бы погиб потом. И это важно. Это все-таки Ферсблат, дополнительное золото. Но, в принципе, произошел размен, Леброн возвращает. Ну, с другой стороны, Беномантер себя хорошо чувствует на линии, мы видим по фарму, по ласхиту у него все очень хорошо, а у крылата всего лишь 5 крипов пока на дрофе. Да, это большая проблема. И именно поэтому ФБ еще важнее было забрать. На нижней линии при этом тролль, который является таким достаточно сильным лейнером, несмотря на то, что он и хардкерри. Ага. Дум забрал Валка там. Валка, ну... Это вообще приятный бонус, особенно для тролля. Думаю, на линии бонусный дэмэдж иметь всегда приятно. Приятный бонус к первому депозиту? Да, да, кстати. Не забывать, не забывать. Есть такая возможность по трансляции, да, вот. И как раз подоспел обновленный коэффициент на эту вторую карту. 1.25 на 5-мен и на темпо 3.75 от наших друзей из пари-мач. Пока еще. Да, а тем временем погибает Леброн снова. Пошла сверху заливка. Ну, либо дазл в соло тут, либо никто. На самом деле сильная комбинация. Даже дровка, если будет с маленьким количеством артефактов, Коррозив Хейз и Бэт Джуджу, очень много брони снимут. Поэтому есть чем, скажем так, подраться. Там и ВР-ка под фокус-файром. Ой, ДНЗ потратил виндран только что. И прекрасно это знают сейчас ребята из команды 5-мен. Но нет, в итоге не хватает урона. И первым погибает тролль. Но все-таки ВР-ку отправили в таверну. Размен, конечно, не самый приятный. Это очень хороший размен для темпа. Да, дали кэри в размину спорта, который сейчас выйдет. И спокойно вернется. Будет дальше этому троллю мешать. Более того, Легионка чуть бустанулась для Легионки. Мне всегда важен хороший темп. Ведь мы знаем, что сейчас вообще, особенно учитывая изменения, сверх важно забирать первые дуэли. Потому что они дают по десятке. А вторые уже по двадцатке. То есть вот именно даже не первые, а вторые дуэли дают больше. Так, Пайлайдай здесь пытается что-то сделать. Крылат опять очень боится, мансует. Но в итоге он продает Леброна. И продает состав. Он сейчас тоже умрет. Да, Крылат погибнет. Он сделал фраг, конечно, на Клокверке. Но в любом случае это 2 кила будет сейчас для Виномансера. И тут, получается, Виномансер линию выносит пока вперед ногами. Не нравится мне, как играет Крылат. Вот видно, что он неуверенно исполняет. Если бы он просто стоял и бил... Он же все равно получил гель. Все равно умер. Но если бы он просто стоял и бил все это время, урона было бы значительно больше. Так, у нас внизу драка очередная завязалась. Вроде как пробили там тролля. Да, у тролля проблемки. Сейчас может умереть. Нет, не проклят, пассивка. Пошли топорики очередные. Плюс сетка залетает. Поэтому тролль выживет. Ну, ДНЗ зато забрали. И сейчас неплохо было бы сконтролить баунти. Профит этим занимается, кстати говоря. И занимается достаточно успешно. Здесь мич. Мич заберет одну. Ну, там, кстати, Фурион неподалеку. Могут сейчас мич попробовать подпробить. Там 13 тиков, конечно, с другой стороны. Пошли спруты, пеньки. Ну, не, не. 15 тиков. Пеньков точно не стоило вызывать. Подожди. А если вот так? Ну, есть пресс-атак. Окей. Пресс-атак. Фласочка пошла. Поэтому выживать будет легенка. Но это минус реген с другой стороны. Нормально так Дазл там в соло стоит сейчас. На месте Дазл, наверное, если бы он знал, что Фурион полетел заниматься какими-то странными вещами. Нужно было просто кастовать все подряд. Вот он даже себе третий хилл взял. Опа. И вот так вот пенечков. Раз, два, три. Нормальный подфит получился. Дазлу. Вот почему его часто через некров собирали. Ему очень хорошо заходил мано-реген. Здесь же мы видим доминатор. Ноль айтемов на мано-реген. Да, мано-пул не маленький у Дазл, но у него кулдан очень маленький. Ух ты, хороший ультимейт от профита. Забирают сверху крылата за счет этого. Да, довольно легкий фраг. И опять снова кэрри погибает у команды темпо. И по темпу это не очень хорошо. Потому что дровка, как бы, чем быстрее ультимейт получишь, тем быстрее начнешь фармить. Да и вообще, получается, что их давят сейчас по всем фронтам. Жадный вот этот Слардар, который ничего не может. Веник постоянно травит. Клокверк. Да все это. В очередной раз. Еще один фраг. Уже восьмой по счету. Вышку теряют наверху. Сюда приходит, конечно, Дазл Смидо с крипом как раз таки из доминатора. Но сможет ли он что-нибудь сделать? Давайте посмотрим. Ну, веник ТП. Ну, ничего себе ТП. Вот эта захилка залетела сейчас. Но Виномайстер пока живет. Да, успевает откинуть гель и не датикает. Да, яд не добьет. Вот третий взял себе хил. Если бы взял третий... Пойзон тач. Пойзон тач, то было бы поинтереснее. Потому что он гораздо больше урона наносит. И смысл-то в чем? В том, что ты забегаешь с крипом. Да, ты этого крипа захиливаешь. Там Урса дает клэп. Но также смысл в том, что крип быстрый. И он постоянно обновляет, обновляет, обновляет вот этот вот поизон тач. Так. Ну, вряд ли здесь удастся забрать, наверное, Дазла. Вот снизу. Вот снизу тролль может погибнуть. Либо Дум. Я не знаю, там драка продолжает. И регионка битая. Ну да. Залетает в Танп. Думу. Дум все еще живет. Топорики полетели. Но поздно залетают миссы. Поэтому забирают все-таки Думы здесь. Хватит ли урона, чтобы ДНЗ отправить в таверну. Еще один удар нужен буквально. Но ВРка начинает регениться с фласки. И не погибает. В итоге. И выживает. Там очень обидно получилось. Потому что начерспрофит пускал свой ультимейт. Он добил легионку. Но ВРку просто не было видно. Потому что она ушла направо. И в кустах там пережила. В итоге все-таки Радиент начинает сноуболить. И не получается ничего у Дазла. Никакого темпа показать. Каких-то выходов фрагов. И легионка пока что не сноуболит. Дуэль у нее нет. Просто нет шестого. Ну и Дровка, естественно, подпросила. Даже несмотря на смерть Дровки. Мы видим, что если сравнивать ее с Троллем. Пока Нетворс равный. С Троллем, да. Поэтому можно сказать, что здесь баланс. Но с другой стороны очень сильный Веномансер у нас получается с линией. Мы видим, что он практически догнал Фуриона по фарму. Это как раз за счет того, что линию вперед ногами вынесли у нас ребята из команды Радиент. При всей моей нелюбви к Веномансеру. Конечно, когда он на темпе идет. Это очень сильный герой. И здесь он идет с хорошим темпом. У него будут большие проблемы. Опять же, Даззл не так здорово работает. Да, он там подхиливает. Но конкретно Грейв Даззла работает слабо. Хотя здесь вообще на Грейв расчета нет. Здесь атакующий Даззл прежде всего. Так, шестого левела пока что нет у нас у Пайлайдая. Нет возможности ворваться. Так бы можно было бы с хукшотика подцепить крыла от какого-нибудь. Но сюда приходит уже Веномансер. Начинает спамить змеек своих. Так, пошел выход на топ на Нейчерс Профита. Выходит Верк. И нужно привязать обязательно. И Даззл моментально его убьет. Так, пошел Даззл. Пытается найти. Увидели. Увидели сейчас Чейзи здесь. Ну, летит ли? Верк побежал. Здесь надо закрываться и делать тэп аут. И все у него получится. Ну, нет. Видимо, нет. Он хочет умереть. Дает ультимейт. Сюда, правда, подтягивается команда. Но все-таки привязка залетает. Сейчас еще и пауэршот. Да. Вообще без шансов. Правда, ДНЗ забирает фраг. Для Даззла, конечно, поважнее было. Ну, да. Вот не совсем понял, почему профит не стал закрываться. Все-таки там уже тяжеловато было сломать. Пауэршот был потрачен. Ну, в итоге пробежался. Хороший фраг получается сделать. При этом теряют вышку на миде. Параллельно. Ну, а сюда на защиту уже летит Легионка. Идет Крипс Номинатора. Поэтому вышку просто так не будут отдавать у нас темпо. Много змеек. Там Клокверк даже что-то вписался. По-моему, он на ВР-ку выехал. Да, да, да. Ворвался Клокверк здесь. Но у него нет шестого. Нужно бежать отсюда. Не сможет просто так уйти. Да, прилетает Фурион в мид. Может быть, Динай будет в вышке какой-то? Ну, наверное. Нужен, нужен Динай. Против вардов это вполне себе посильная задача. Под хил пошел от Даззла. Варды против кучи героев Дайр. Будет очень смешно, если варды заберут. Нет, все-таки Реброн забрал. Так, баунтируны. Баунтируны хорошо здесь рассредоточились. И сейчас ребята из команды Пайфмэн должны забрать. Могли, точнее, забрать четыре. Но забрали пока две. Пока две. Могут, в принципе, четыре еще забрать. Крылат. Очень неприятно Крылату, но... Ой, он еще и ТП отменил, и Дум получил. Надо динаить, наверное, здесь Дровку. Да, обязательно. Или Даззл. Или Даззл подойдет. Или Даззл захилит. Да, Даззл подходит, захиливает. Еще и за атаку залетает. В итоге Дровка будет жить. Да, побежал на базу уже. Забирает Дума по итогу. Это плюс для команды Темпо. Ну, вот как-то Дум так... Он правильно решил первый раз, что нужно дать ему Инфернал, отступать. Но потом, что ты увидел эту Дровку, решил ее забрать. Но на самом деле, все-таки, без Берста забрать очень тяжело. Пресс за атак, плюс подхил Даззла. Даззл все-таки кор. И Даззл еще возможно себе сделать какие-то граевзы. Палка о двух концах. Граевзы круто будет захиливать, с одной стороны. И маленький кулдаун. Но с другой стороны, все-таки, Дум. Дум будет ультимативным оружием. А здесь мы видим обновленный коэффициент от париматча. 1-0-3 на 10. Ну, я... Рановато, мне кажется, потому что здесь драка завязалась. Но, правда, Эй здесь делает фраг на Леброне, по идее. Да, пошел ультимейт. Еще сейчас и может Даззл подставиться. Сетку получает. Кидает на себя Грейв. Но спасет ли это его? Топорики полетели. Надо бы замедлить. Как-то, да. Замедляет итоги Даззл. Даззл тоже отправляется в таверну. Ну, теперь я согласен. Да, легчайший. Теперь я согласен теперь, да. Крылат выживает за счет того, что много стиков имел. Дает газ на развороте. Потеряли только Курьера. Я так понимаю, Барабаны в нем летели. Ну, они потеряли трех героев. Вот что самое главное. Куда-то очень далеко забрались. Убить тролля, у которого есть ультимейт. Очень странное решение. В итоге теряют кучу игроков. Как-то, опять же, несыгранно действует темп у нас. И гораздо лучше ориентируется. Я бы сказал, такое ощущение, что Эйс чуть ли не в соло катает. Вот он на неправильных мувах. Что в первой игре, что во второй очень жестко соперника наказывает. Леброн куда-то побежал. За мидер. Ну, хорошо, ты дашь баш, а дальше что? Получишь Инфернал Блэйд, сейчас сгоришь еще на половину хп. Очень странный момент от Леброна. Вообще еще и Геллен по нему попадает. Бежит Даззл, будет Грейв. Окей. Грейв залетел. Ну, хорошо, минус. Ну и все, отступит, наверное, пока. Надо динайд. Еще и залетает закетка. Живет. Леброн. Окей. Но в любом случае, очень непонятный мув получился. Да, пока не спасали. Да, Фурион сверху там уже запушил вышку спокойно. И продолжает по денежкам врываться серьезно. Вперед у нас ребята из команды 5-man. И мы видим, что и по спейсу неплохо так поджимают оппонента. Да, ситуация с каждой минутой все сложнее и сложнее для команды Temple. Знаешь, как еще говорили наши предки? Веник в виде витса. Да. Это значит, что веник пришел и победил. Так и получилось. Так, тем временем забрали легион к снизу. Я так понимаю, да? За счет того, что забрали вышку сверху Т2, уже забрали еще и ванпост под свой контроль. Сейчас ребята из команды 5-man. О, Мидас. Прикольненько. Нормально. 6 тысяч Нетворса, дальше будет только еще больше. Опять же, на венике очень важен уровень прежде всего. Ну, хоть какой-то просвет хотелось бы увидеть здесь от темпа. Хоть какие-то удачные действия. Но что-то первую игру они вообще прям с нулевой решили начать заливать. И 13 минут всего прошло, а уже 8 тысяч. Да, прям никакой интриги совершенно этот, как у нас в прошлой серии начиналось с первой карты примерно так же прям. Там Фаник с невероятным Нетворсом просто переехал всех. Так, ну что? Так, так, Клокверка, Гангейм Клокверка. Хукшот через 3-2-1. В этот момент видят... Ну, Клока нашли здесь, да. Но побегут ли за ним? Да, он ставит Коги, просто пытается убежать. Легионка хочет отдать дуэль, но получает Хукшот. В итоге Башек залетает, Пайлайдай живет, получает дуэль. В это время, правда, побежали за Крылатым. Крылат неплохой Сталин с подвоем здесь отвесил, пошло замедление от Эйса и начинает настреливать просто тролль вместе с Веномастером. Минус Крылат. Погибает также Дазл, минус 2 кора. В это время погибает также Дум, но под Думом находится Легионка. Хороший бодиблок к пенечкам, и Легионка тоже отправляет в таверну. И в любом случае, размен в пользу команды. Файф Майн? Ну, конечно, два суппорта на четырех героев. Да уж. Ну и вот так вот. Ну и сейчас еще и вышку заберут в любом случае. Это тоже плюс деньги. Уже 10 тысяч. Две, наверное, даже вышки заберут, потому что там сверху залетает Начерс Профит. Очень далеко зашли за этим клоком, очень сильно получили по голове. Дазл не работает. Дазлу нужно, чтобы драка хотя бы немножко подлилась, чтобы его ульта сработала. Настакать минус армор, да. Ну, окей, вышку теряют, уже 11 тысяч. Скоро 15-ая минута, очередные рунки появятся. Я думаю, что тоже проблем не будет с контролем у команды Файф Майн. Продолжает работать Мидасик, мы видим. Там уже готовая Мекка летит для Виномансера. Там и Грифсы, я думаю, не заставят себя долго ждать. Он без ботинка, что ли? Или у него обычная? У него обычная ПТ-шка. ПТ. На статы плюс Грифсы нормально. Почему бы и нет? Ну, с таким Нетворсом может себе позволить. Опять же, с такой линией, как он отстоял. По баунти в этот раз 2-2. Судя по всему, Ноэйс заходит на Рошана уже абсолютно спокойная, безопасная. На такой-то минуте вот так вот легко забирает Рошана. И сразу же можно продолжать свое давление. Чейси давит по верхней линии. Тролль с командой в виде Виномансера. Выходит по центральной. Ну, опять же, Фурион в любой момент прилетит в драку, если что. Он может себе позволить играть вот так вот по макро. Там снизу что-то пытается Легионка сделать. Мог разбили интересные сейчас ребята из команды Темпа. Вот Легионка одна просто. И вроде как Фурион готов был прилетать. Но нет, все-таки отменил телепортацию. Наверху засада. Засада, чтобы поймать Фуриона. Я так понимаю. Да, я даже не знаю. Какой-то байт на крыла-то. Ноэйс говорит, окей. Да, я забайтился, ребятки. Поехали. Так, Башек. Отличный ультимейт от Фуриона залетел. Но крыла отживет. Летит Даззл, будет Грейв, если что. Но в итоге Леброн пострадает здесь. Да, не успевает Даззл накинуть Грейв. Леброн отправляет в таверну. Это очень плохой байт, когда ты выходишь из него в минусе. Они могли и дровку потерять. В итоге за нее вынужден вписаться был Слардар. И то дровка могла погибнуть даже в таком раскладе. Но здесь уже просто банально недостаточно ресурсов. Обычно в равной ситуации байт подразумевает, что соперник, грубо говоря, тратит половину своих ресурсов, нападает, а у тебя, допустим, 60% или 100% за героя вписывается. Но здесь же мы видим, что даже два героя способны развернуть чуть ли не четырех героев оппонента. И без проблем сейчас забирает Т2 на миде. Но тут для команды темпа понятно, только теперь от ХГ надо как-то пытаться. Мизери занял хорошую позицию здесь. Пресечет любую попытку атаковать. Плюс еще у нее за спиной стоит Клоквер, который тоже готов орваться. Дум имеется в наличии, поэтому нечего бояться здесь. Могут нападать. Вот Крылат, например, показал сейчас на линии. Возможно, его подцепят вправо. Да, уже пошел Клоквер. Подвышкой сейчас будут ловить дровку. Пошел ультимейт от тролля, я так понимаю, чтобы просто пофармить пока. Подхилиться. Подхилиться, да. Спрятался Крылат, просветили его. И приветики. Летит уже Фреон, но да, минус Крылат. Вообще ноль шансов. Команда даже не успевает перетянуться. Там кто-то выходит, а тролля получает кучу урона. Да, привязали Дума. Здесь пытаются пробить Дум, выкидывать Дум. Отличный просто в Дазла. Еще залетает шикарный просто ультимейт от Фреона. И Дазла надо спасать, но он умрет. Сейчас произойдет атак, но... Нет, все-таки заберут его. Тролль начинает накидывать. ДНЗ тут тоже под замедлением от яда. Дазла погибает. Забрали по Илайдае, но это мелочи. Это всего лишь саппорт. Ну, тимвайп. Что сказать. Идеальный момент, чтобы написать ГГ. Мы часто повторяем. Леброна не забрали, да, значит, не тимвайп. Окей, минус 4 в любом случае. Но все равно идеальный момент, чтобы написать ГГГ. Идеальный, согласен. Согласен. Падает вышка, последняя внешняя. Можно забрать Т3 спокойно. В живых Леброн. Появился Крылат. Да, таймеры небольшие. Достаточно быстро появятся игроки команды Темпа. Но смогут ли они защитить свой ФГ? Надеяться на то, что совершат ошибку Скандинавы. Вот что-то сделают, что они сделали на первой карте. Проблема в том, что здесь настолько мало всего спушено, а не спушено ничего, что даже в условиях, когда потеряют 5 героев и байбэкнцы потеряют еще 5 героев, вряд ли дойдут до хайграунда. И это печально. То есть не говоря уже о том, что Трон они точно не спушат. А если они не спушат Трон, то ни о каком камбэке речи не будет. Да, ситуация еще осложняется тем, что сейчас 5-мен выбилит и два артефакта себе очень приятные, а оппонент не может выйти в лес просто пофармить. Да, это тоже плюс. Нормально, нормально. Там Гроу Боу выпал, я видел коготь для тролля уже. Да, Гроу Боу себе забирает Фреон. Нормально, коготь для тролля, да, хорошо. У меня тоже был Брумхендл, неплохо. Так, и тролль выходит в пин. Ой, вот, здравствуйте. Я вхожу в Драку, сюда летит уже Фреон, пошел Саленс. Спасти просто некому сейчас Дазла. Дазла погибает. И врывается Клокер, закрывает Леброна здесь. У Леброна тоже проблемы. Неплохой Саленс залетел, но это не спасет никак уже, наверное, Леброна. Да, Леброн погибнуть должен. В это время погибает еще и ДНЗ. Тролль прожимает ультимейт до конца. Это он, возможно, зря, конечно, прожимает ультимейт. У него EGO. Окей, отдал дуэль. По-моему, первая дуэль. А, вторая, вторая для... Или это уже второго левела дуэль? Леброн. Очень интересный заход от Леброна. Получает Саленс. Вписываются за своего тролля, чтобы он не погиб. Но это, конечно, уже ресурсов настолько много, что можно позволить себе такое. И даже, наверное, при этом уйду. Да, Ксиби подхиливает всех Меккой. Клокверк живет. Мич не может нанести достаточно норму. Ксиби там Мангуст накупил. Нормально. Работает все. Пайлайдай все еще жив. ДНЗшка отступает. В этот момент база падает, на самом деле. Дум еще закастовали в миче здесь. Мизери пока батит на себя. Он, кстати, неплохо его пробивает здесь. Летит на перехват ДНЗшка. Погибает в итоге у нас Дум. Да, мид в это время забирает парня из команды Пайпмен. Ну и на развороте готовы драться. Почему нет? Браза-атак. Браза-атак есть в ДНЗшку. Проблема в том, что Виндран он уже потратил. В итоге ДНЗшка погибает. Леброн на передовой. Врывает сюда Клокер под гель от Виномансера. Бежит Перетейс. Замедление залетает по мичу. Да, ну тут уже ГГВП. Сдаются темпу. Я бы сказал, что молодцы, что не стали тянуть до конца. Но с другой стороны, это и есть конец. Потому что их сломали бы через минуту, через две минуты, может быть. Как максимум. Да, что-то какая-то эта серия. Я, конечно, предыдущие только смотрел, не комментировал. Но вот скажи мне. По-моему, она самая однокалиточная вышла. Ну, я бы сказал, что первая серия прошлой. Первая карта прошлой серии была тоже примерно такой же. Но здесь... По итогам и двух. Я бы сказал так. Она была однокалиточная еще со стадии драфта. Я не понимаю, как вообще должен был работать пик команды темпа в этой игре. Потому что было понятно, что их просто переедут. Самих на темпе. Смотри, бежит Слардар, вот стоит Дум, бежит Слардар, накидывает на него минус броню. Даззл накастовывает. Еще минус броня. Дровка бьет, бьет, бьет. А в это время команда стоит вот так вот в носу, ковыряет оппонент и смотрит на это все со стороны. Я думаю, это невозможно. Как-то так. В общем, в целом, на классе переиграли. 2-0. Поздравляем скандинавов. Они смотрелись классно. Итоги сегодняшнего дня. И этой игры подведет студия аналитики. Да, ну а перед тем, как мы начнем, я напомнил, что вы можете обсудить эту игру на dota2.ru slash gg. И у меня ощущение, на самом деле, что коллектив D&Z просто взял машину времени и отмотал время назад, когда у нас был Dazzle Middle. Это была мета не очень долгая, но она была и была круто. Наверное... Было продуктивно, но нет. Но не сегодня. С доминатором Dazzle совсем не зашел. Он еще был с доминатором. Да, да, да. У нас против Дума. Четыре веточки. Против Дума. Корона, все дела. То есть, мало того, что доминатор пофикшен в салат, Dazzle Middle пофикшен в салат. Ты играешь против Дума, ты собираешь доминатор. И это их было усиление дровки. Это Dazzle last peak. Это был last peak. Знаешь, все, что угодно было бы лучше. То есть центр, вот кто у них там был? Сардар лучше поставил бы. Центр легионка лучше поставил бы, чем вот этот Dazzle, честное слово. Ну а он хоть как-то имел преимущество? С точки зрения именно того, что он типа ренджи, который пользен. Один раз крут подхилил. Он там Дума-то не было в итоге. Серион стоял. Вся концепция пика такова, что им нужно скелиться в лейт со своими минус арморами. Им нужно собрать манги кинг бары. Иначе тролль просто нажимает на топор и вся эта движуха. Там Сардар, Легион, Командер. Они просто такие бьют тролля, а там мисс, 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 мисс вылетает. Там же еще БКБшки есть как вариант. Ну да, поэтому им нужно фармить манги кинг бары, там блэк кинг бары. Там банальный веномайсер у тиммейтом полкоманды убивал. И тогда, возможно, у них появлялся бы шанс. На этом халате мы видим, что плевали они на манги кинг бары. На блэк кинг бары они просто пошли под вышку драться. Под вышку против такого пика. И их похоронили там вообще без шансов. Там уже преимущество огромное математическое в плане урона, хп и всего остального. И они пошли добивать самих себя. Возможно, в этом и был их план. Задавить за вышку всей командой и померить. На самом деле такое ощущение, что с таким драфтом вообще физически нельзя заходить за вышки. Потому что тонкий, и у тебя нет вообще сильных героев, кроме Легионки. Дровка с баллистой начинает бить. Дровка, да, там Свардар, Легионка, у тебя типа хватает. Да, с Айегисом они бьют, но когда? Не, я имею в виду смысл конкретно в этом моменте. Типа, ты довольно тонкий, ты что-то дайвишь. Не, в этом моменте это раслам поминки прям под вышку. Когда ты дошел, ты уже погиб. Давайте продолжим, я думаю, хайлайты. Тут как бы просто мы, к сожалению, ничего не можем констатировать, кроме того, что это не было. Так там уже все было проконстатировано до матча, что им уже конец. Просто больно смотреть. Да нет, как бы я радуюсь. Ну, дровка без сейва, что они хотели? Дровка без сейва, в нее прыгает Блокверк. Естественно, если дровка не выигрывает линию Форстаф, она покупает крайне поздно. Дазл Форстаф не купил, хотя мог бы, потому что кому-то нужно было купить Форстаф. И здесь как бы три героя. Это Дазл, Верка и дровка. Чувствуешь, как... Никто не купил Форстаф. Я чувствую, как дровка уезжает, Блокверк как змея в океан, и все, и дровка конец. И тролль такой бежит, и просто одни топорики кинул вперед, никто не может его мочить. Все, герой умер. То есть ты понимаешь, что в тебя попал спелл за 50 ман, и ты умер. Да, и дровка моментально падает. Я бы сравнил урон, который нанесла дровка в этой игре, но что-то, мне кажется, там маловато. Скоро будет, я думаю, состоящий слайд на статье. Да, там должно быть маловато, потому что здесь дровка без сейва, дровка никого не бафает. Это просто возьми любого героя, кроме дровки, и пик был бы уже более-менее там. Да, но сори. В данном пике максимально подруиняло. Вот тут вопрос в том, что Мизери настолько был крут, что он даже Вингу не забанил. Понимаешь, это еще и был Супер Майн Геймс. Они дали им шанс. Да, они дали им шанс, но они не захотели им воспользоваться, взять Вингу. Окей, возможно, с Вингой было бы то же самое, на самом деле. И вот он дэмэдж по героям, 6, 905. Ну, слушай. Могло быть и хуже. Могло быть и хуже, ладно. Могло быть и хуже, да, все равно мало. Учти, что это под минус арморами. То есть это ее еще и Баффл с Ларда с Дазом. Ну, бывает. Та самая игра, когда у тебя настолько она короткая, что у Дровки первый тир нейтрального артефакта. И та метла. Да, и та метла, то есть он идеальный для Риджевика вообще, тотальный. Добавляет Тренджук в милиатахе. Не фортанул, нет, там он типа армор дает. Я понимаю, да, что там есть свои позитивные. Давайте посмотрим результаты по группам, что у нас там вообще по очкам получилось после первого игрового дня. И так напомню, что имперцы у нас одолели своих оппонентов из Five Cam Raids сегодня утром. Дальше Шейры проехались и получили два ПТСика по коллективу Володеморт. И, соответственно, закончили мы тем, что Five Mane молодцы. А почему Five Mane? А, да, Five Mane. Полмолцы развалили темпы. Ну, хорошо, хоть не... Ладно, я не буду. Вот, и завтра мы наверняка стартанем наш день с группы Д. Вообще не знаю, если у нас матчи, но имеет смысл табличка с матчами. Но я вам и так их расскажу. Вот, завтра мы начнем в 2 часа дня по-московскому. У нас целых 3 БО-3. Это Unique Evil Corporation. Потом Cyber Legacy и Khan. И центральная игра, которую вы не можете пропустить, если вы смотрите наш турнир. Это, конечно же, Omega Lille, потому что, ну, come on. Вот, против экстремум. Это СНГ Дерби, которые крайне интересны и важны, потому что мы уже считаем, что группа B, наверное, сильнейшая. И там будут разворачиваться, наверное, самые интересные сражения. Вот, ну а на сегодняшний день наш Олимп заканчивает свою работу. Мы отправляемся все спать до завтрашнего дня. С вами были Crystal Main. Мы этим все с ластом. Всем пока-пока и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok